Тема нашего урока – защита Отечества. Конституция Российской Федерации гласит, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Почему же защита Отечества в основном законе нашей страны названа долгом и обязанностью? Почему же слова «обязанность» и «долг» стоят в Конституции вместе? Дело в том, что защита Отечества – это не только обязанность гражданина, которая закреплена законом, но и важное нравственное требование и патриотический долг каждого жителя нашей страны. Осознание своего долга проявляется в поступках человека. Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев говорил, «У нас у всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься». Чувство долга. Как правило, таким чувством долга обладают люди с волевым и мужественным характером. Взять хотя бы подвиг крестьянина Ивана Сусанина, который за отказ указать верную дорогу польскому отряду был подвергнут жестоким пыткам и убит. Правда, и сами поляки так и не смогли найти правильную дорогу и сгинули в Костромских лесах. Как вы думаете, слабовольный и немужественный человек смог бы пойти на верную смерть ради Отечества? Подвиг Ивана Сусанина, отказавшегося изменить родине и за это зарубленного поляками, воплотил заветное стремление русского народа к ограждению своей национальной независимости. Мы можем с вами говорить о том, что защита Отечества включает в себя защиту независимости страны, ее населения, территории, духовных и материальных ценностей, то есть это оборона нашей страны в случае нападения на нее или объявления войны. В истории России есть огромное количество примеров, когда чувство долга и патриотизм заставляли людей вставать на защиту Отечества. Например, в середине XIII века маленький город Козельск с населением всего в 10 тысяч человек в течение семи недель держал осаду против огромной татаро-монгольской армии во главе с ханом Батыем. Батый был взбешен тем, какое сопротивление оказывают жители города. Желая оправдать перед соратниками свою военную неудачу и огромные потери, хан наделил Козельск мистической силой. Батый запретил называть город Козельском, а повелел звать его Злым Градом. Когда город пал, завоеватели не пощадили никого, включая грудных младенцев. Благодаря подвигу жителей Козельска, армия монголов была обескровлена настолько, что не смогла дальше продолжить свой поход. Как и многие другие страны, Россия знала немало войн. Много раз нашей стране приходилось отстаивать свою территорию. Но всего две войны вошли в русскую историю под названием Отечественных. Первая Отечественная война началась 24 июня 1812 года. Император Франции Наполеон Бонапарт, уже к тому моменту успевший завоевать половину Европы, объявил войну России. На защиту Отечества поднялось население всей страны. От мала до велика. Например, в бою под белорусской деревней Салтановкой, прикрывая отход русской армии, генерал Николай Николаевич Раевский показал пример героизма, ошеломив неприятеля. В тот момент, когда французы практически сломили сопротивление основных русских сил, Раевский вместе с сыновьями, которым было 16 и 14 лет, лично повел своих солдат в штыковую атаку и смог отбить наступление неприятеля. Подвиг Раевского и его сыновей, вышедших перед строем в решительный момент боя, стал легендарным. Но не только части регулярной русской армии сражались с французами. Французский генерал, адъютант Наполеона, граф Жак де Ларистон, во время встречи с главнокомандующим русской армией генерал-фельдмаршалом Михаилом Илларионовичем Кутузовым, жаловался ему, что против французской армии ведется война не по правилам, так как русские крестьяне без командира постоянно нападают на французских солдат и офицеров. В нашем тылу толпы крестьян разбойничают по дорогам, грабят обозы, убивают солдат. Когда воюют армии, действие черни пагубно для обеих сторон, ваша светлость. Вам легко было бы унять свой народ? Мне ли усмирять праведный гнев народа? Дело в том, что французская армия столкнулась с массовым сопротивлением населения на занятых ею территориях, где действовало немало партизанских отрядов, которые были стихийно созданы крестьянами. Героические действия крестьян нашли отражение в картине русского художника Илариона Михайловича Прянишникова эпизод из войны 1812 года. Что является сюжетом этой картины? Группа пленных французов под присмотром партизан движется по заснеженному полю. Изображенные художником образы партизан, вооруженных топорами и вилами, выглядят особенно выразительно. Эта картина является своеобразным собирательным образом борьбы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Кстати, отвечая генералу де Лористону на то, что русские воюют не по правилам, Кутузов говорил о том, что для русского народа эта война то же самое, что нашествие татар. Вы не знаете, зачем нас позвал император? Я думаю, он хочет рассказать нам о той главной ошибке, которая привела к столь роковому исходу. Что вы имеете в виду? Я имею в виду вашу ошибку, Бертель, когда вы не сумели выполнить приказ императора, чтобы гвардия первой вступила в Смоленск. Если б вы сумели это сделать, мародеры не разбили бы склады с продовольствием, и мы зимовали бы в Смоленске. А я полагаю, что главную ошибку совершили именно вы, посоветовав императору отступать из Мала Ярославца по старой Смоленской дороге. Не отсорьтесь, господа. Я помирю вас. Роковая ошибка была совершена несколько раньше, когда мы бесплодно больше месяца сидели в Москве и теряли время, ожидая мирных предложений от русских. И вы не правы, Ларисто. Наша главная ошибка была совершена еще раньше, когда мы начали поход на Россию. В манифесте об окончании Отечественной войны император Александр I отмечал «Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия? Войско, вельможи, дворянство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, столько же пылающую любовью к Отечеству, сколько любовью к Богу». Вторая Отечественная война, к названию которой был добавлен эпитет «Великая», началась 22 июня 1941 года и продолжалась долгих и тяжелых 1418 дней. Но, несмотря на тяжести военного времени, все население страны встало на защиту своей родины. Кто-то вступил в армию или народное ополчение и ушел на фронт, кто-то сражался с оружием в руках в партизанских отрядах, оказывая сопротивление врагу на оккупированной немцами территории. Свою родину защищали и люди вполне себе гражданских специальностей, работая в госпитале, изобретая новую военную технику или трудясь на оборонном предприятии. Уже в самом начале войны немцы поняли, что Россия это не Европа. Немецкий генерал Гюнтер Блюментрид в своих мемуарах писал Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников, потерпевших поражение на Западном фронте. Даже оказавшись в кольце окружения, русские стойко оборонялись. Борьба велась за каждый клочок родной земли, за каждый дом, улицу, деревню или город. Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Общие людские потери СССР в ходе войны составили более 26 миллионов человек. В их числе убитые в бою и умершие от ран военнослужащие и партизаны, погибшие от бомбежек и артобстрелов, умершие от голода и болезней мирные советские граждане, замученные в концлагерях и расстрелянные карателями советские военнопленные. Оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень. В целом сумма ущерба, нанесенного Советскому Союзу, составила 679 миллиардов советских рублей. Великая Отечественная война еще раз подтвердила, что главным творцом победы и решающей силой истории в любой войне, а тем более отечественной, является народ. Великая Отечественная война убедительно показала, что сила народа в его духовной сплоченности, его единении и в справедливости тех целей, во имя которых народ ведет свою вооруженную борьбу. Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт говорил, что русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, которого еще не знал мир. И действительно, героизм советских граждан носил массовый характер. За совершенные подвиги во время Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены 7 миллионов человек. Среди них более 11 тысяч фронтовиков, партизан, медицинских работников и тружеников тыла были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 98 человек были удостоены этого звания дважды. А летчики Иван Никитович Кожедуб и Александр Иванович Покрышкин стали трижды героями Советского Союза. Также 12 городов и одна крепость Советского Союза за отвагу и героизм проявленные в годы Великой Отечественной войны получили высокое звание Город-герой. А начиная с 2007 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 45 городам Российской Федерации присвоено звание Город Воинской Славы. Несмотря на то, что мы с вами живем сейчас в мирное время, каждый из нас должен быть готов к защите нашего Отечества. Ведь долг и обязанность защищать Родину распространяются на любого гражданина России. История нас учит, чтобы победа над врагом была достигнута без больших потерь, к защите Отечества нужно готовиться заранее. В соответствии с федеральным законом установлена воинская обязанность граждан России. Она означает обязанность граждан нести военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и защищать Отечество. Но об этом мы с вами поговорим на следующем уроке. А теперь давайте попробуем с вами ответить на несколько вопросов. Почему слова долг и обязанность стоят в Конституции рядом? Дело в том, что защита Отечества это не только закрепленная в законе обязанность, но и важнейшее нравственное требование патриотический долг каждого гражданина. Что может означать защита Отечества? Мы можем с вами говорить о том, что защита Отечества включает в себя защиту независимости страны, ее населения, территории, духовных и материальных ценностей. То есть это оборона нашей страны в случае нападения на нее или объявления войны. Продолжение следует... Продолжение следует...